Здравствуйте, это из милиции. Спасибо. Вот так сотрудники милиции посещают пожилых граждан, чтобы еще раз предостеречь их от предприимчивых атак киберпреступников. Валентина Новик, например, уже много раз слышала и знает, как обезопасить себя и свои деньги от такого вида мошенничества. Уже знаю, нас предупреждают и куда я хожу. В эту соц.организацию нас предупреждают, нас смс-ки нам присылают. Все это нас предупреждают, все мы знаем. Наш центр постоянно ведет совместную работу с сотрудниками ОВД. Представители ОВД присылают нам листовки для распространения, проводят работу с нашими сотрудниками, в частности, социальными работниками, которые посещают граждан на дому и могут проинформировать своевременно о таком новом виде преступности, как киберпреступность. Сегодня сотрудники ОВД совместно с представителями территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района города Бреста организовали очередной рейд для одиноко проживающих пожилых людей по информированию их в вопросах киберпреступности. Ведь даже трудоспособные граждане Беларуси часто попадают на уловки киберпреступников и опрометчиво отдают свои деньги в лапы мошенников. Что уже говорить о людях пожилого возраста, которые не так активно пользуются социальными сетями, не задумываются о сохранности своих персональных данных, да и не понимают, что может случиться, если кто-то их узнает. Обеспечение безопасности пожилых граждан – одна из главных задач, стоящих перед органами внутренних дел. Люди старшего поколения в силу своего возраста и состояния здоровья могут стать более доступным объектом преступлений. Пожилым гражданам особенно важно быть осведомленными о возможных киберпреступлениях, поскольку они являются уязвимыми целями для преступников. За истекший период текущего года отмечается рост преступлений, совершенных в отношении пожилых граждан, в связи с чем правоохранителями на постоянной основе проводятся. Профилактические мероприятия, мошенничеств, проводятся профилактические беседы, выступления на радио, демонстрируются видеофильмы, подготавливаются видеосюжеты для региональных и республиканских телеканалов, а также на постоянной основе проводятся индивидуальные профилактические беседы. Благодаря предпринимаемым мерам к концу текущего года удалось снизить количество преступлений, совершаемых в отношении пожилых граждан в сети интернет. Может быть, еще соцсетями какими-то пользуетесь, Инстаграмом, ВКонтакте есть у вас? В одноклассниках мою страничку взломали, и два человека, мои коллеги, бюджетные, да, да, да. Смотрите, для того, чтобы себя защитить, скажем так, обезопасить, вот, и мессенджеров касается, может быть, вы, ну, можете, я так думаю, что попросить скорее у своих, у кого-то и родственников, знакомых, кто помоложе, включить просто двухэтапную защиту. В каждом районе города Бреста находятся территориальные центры социального обслуживания населения, и каждый его участник может получить бесплатную нужную информацию и тем самым обезопасить себя от мошенничества и кибератак. Граждане, которые посещают наш центр, тоже получают информацию от нас. Это граждане, которые обращаются за материальной адресной помощью из числа пожилых и инвалидов. Также у нас есть 700 слушателей института третьего возраста, которые ежедневно посещают занятия, и для них организуются встречи с сотрудниками ОВД и банковскими служащими для того, чтобы познакомить их с видами мошенничества, которые очень быстро меняются, и предупредить, и каждый день напомнить о той ситуации, которая складывается. Киберпреступниками у нас являются и обычные граждане, которые поднимают просто чужие карточки и расплачиваются. Поэтому тоже смотрите за сохранностью, потому что часто очень бывает, когда люди находят чужие карточки, и они сразу же бегут ими расплачиваться в магазине и тратят все деньги. Поэтому тоже. И огромная просьба передавать эту информацию своим знакомым, неважно, пожилым, не пожилым, потому что попадаются на самом деле все на уловки мошенников. Для того, чтобы обезопасить, мы стараемся, конечно, посещать всех в мере возможности. Я вам еще вот такие вот листопочки красивые оставлю. Знаете, вот, может быть, вам, например, будут звонить, а где-то у вас на виду будет эта листовка, и вы вспомните сразу и ни с кем не будете разговаривать. Виктория Гапутина, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. Открыла сообщение.